Я говорил об этом на очередном собрании Ростовской городской думы. И еще раз скажу, что я готов прилагать все усилия для того, чтобы вся Ростовская область вошла в состав Украины. Ростовская область с административным центром Ростов-на-Дону. На заходе межует с Донецкой и Луганской областями Украины. Населенное области, за данными на 2014 год, становится более 4 миллиона людей. Знаю наши порядки и наш строительство, можно себе только представить, что могло бы со мной случиться за такие смелые заявления, если бы меня не поддержали военные. Ростовская область России. Військовая частина номер 3654. Я человек военный, привык выполнять приказы. Даже если мне не нравится. Даже если с ними не согласен. Но первый раз в жизни я понял, что не любой приказ могу выполнить. Дмитро Мирный, командир військовой частини своего часу, он присягал на верность народу Росии. Втім, бояць запевняет, бороться с братным украинским народом он не обещал и не собирается. Об этом трудно говорить. Но то, что происходит в Крыму, те провокации, то лицемерие наших русских политиков, не будем называть их имена, мне стыдно. Мне просто стыдно. За них и за нашу страну. На конец разговора российский командир знал, что агентом вплива в том, что даже может расстрелять. Адже просто не хочет больше это держать в себе. Не буду скрывать, я горжусь украинскими солдатами, их мужеством и преданностью своей стране. Для меня было бы счастье служить в рядах украинской армии. К сожалению, боюсь, что не доживу до этого. Но я жду тот момент, когда не Россия будет пробовать присоединить к себе Украину. А наоборот, Украина присоединит к себе всю Россию. И будет один великий украинский народ. Редактор субтитров А.Семкин